До Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в этом году пройдет в Сочи, остается чуть больше трех месяцев. С кандидатами на участие встретились послы фестиваля от нашей республики. Репортаж Ольги Порычкиной. Молодежь, чуваки, ждет ФМС 2017! В ФМС это аббревиатура Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Советский Союз принимал его дважды в 1957 и 1985 годах. В 2017 его площадкой станет Сочи. Все заявки уже поданы, собеседование пройдено и сейчас кандидаты на участие ждут заветных списков. У фестиваля уже даже появился свой талисман. Символом фестиваля этого года стал хорек Шурик, а вот собственно его живой прототип. Шурик на общение настроен не был, в отличие от будущих участников. Так, Алина Языкова с удовольствием общалась не только с нашей съемочной группой, но и участниками фестивалей прошлых лет. Она собрала их впечатления и воспоминания в специальную книгу. Самые такие яркие истории, это мне кажется у Кустарина Игоря Владимировича, где он рассказывал про то, что он работал получается в обеспечении безопасности и встрече участников делегатов. И там была история такая, то что делегация пришла поздно и как бы осталось огромное количество продуктов, а что с ними сделать непонятно и им пришлось написать уже докладную на списание. И понимаете, то что все эти соки, то что колбаса и так далее, все что было очень таким редким, просто засыпали хлоркой. Это было, наверное, мне кажется, очень обидно видеть, особенно советскому человеку, который не привык к таким изыскам. Так же, как и участники, мечтают увидеть себя в списках и волонтеры. Специальный корпус так называемых серебряных волонтеров составят те, кто старше 50 лет. Римма Ивановна Брейш любит работать с детьми. За ее плечами многолетний опыт в международных лагерях. Как-то я вот тянусь к молодежи уже всю свою жизнь. Нравится мне молодежь. Вот некоторые как-то относятся так-то невзначально, а нехорошо. Но мне кажется, дети, с ними добро относиться, они к тебе просто тянутся. Если списки участников и волонтеров еще только формируют, то послы фестиваля от нашей республики уже известны. Это кикбоксер Алексей Соловьев, гимнастка Полина Федорова и депутат Госдумы Алена Аршинова. Идея этого фестиваля – это сотрудничество, это взаимодействие, понимание. Это мир выше войны, выше политики, выше разногласий. А для мира, я думаю, что нужно немного. Нужно просто согласие. Вот как раз, я думаю, молодежь – это… И молодежь может быть проводником этой народной дипломатии. От нашей телерадиокомпании заявку на участие подали три корреспондента. Пожелаем им и всем остальным удачи. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика.